Два месяца Нерехта была в качестве кинопавильона. Здесь проходили съемки нового фестивального кино «Анжелюс», которое готовится к большому прокату по России. Съемочная группа телеканала посмотрела на работу актерской группы над финальной сценой кинолента. Камера идет? Камера идет. 67-33. Удар хлопушки и началась съемка финальных кадров. Это очередной фильм молодого режиссера и сценариста Эдуарда Жолнина. В его багаже уже несколько успешных авторских работ. И первые места на фестивале свободных кинематографистов и кинофоруме «Свет миру». Теперь к производству новая лента, и уже завтра она отправится в монтаж. Съемки длились почти два месяца. И все это время кинопавильоном под открытым небом была Нерехта. И села в округе. Художественный фильм «Анжелюс» в переводе с английского «Ангел» рассказывает о непростой судьбе девушки в российской глубинке. Отец – железнодорожник, мать постриглась в монахини, брат погиб. Картина должна натолкнуть зрителя на мысль, что есть любовь к своим близким. И как часто мы их вспоминаем. В этом году у авторского кино больше шансов попасть в широкий прокат. Голливудские бренды уходят с нашего кинорынка. Теперь слово за более глубокими, думающими картинами. «Анжелюс» выйдет на большие экраны после того, как фильмы увидят сами нерехчане. Жители Нерехты нам помогли. То есть, помогли, например, с колокольней, чтобы это... Сейчас не вспомню церквушку эту прекрасную. Но вот нам помогли с тем, чтобы мы засняли город с такого, с колокольни, с птичьего полета. Также местные жители, которых мы приглашали, поучаствовать в съемках массовки в церкви. Дали такой клич в газету и пришли местные жители, помогли. То есть, в этом плане город пошел навстречу. По меркам профессионального кино, съемочная бригада небольшая, 8 человек. Эдуард говорит, а многое не надо. Он снимает не «Звездные войны», а нашу реальность. Наверное, поэтому и зрители, и актеры любят фильмы «Желнина». Ведь здесь не про столицы с их гламуром и деньгами, а про провинции, где сама жизнь подсказывает сюжеты. Это очень хороший сценарий, очень злободневная история. Мне кажется, очень понятно. Режиссер уже ругается. Очень понятная история. А мне именно такие фильмы нравятся, потому что я вижу в них большой потенциал эмоционального воздействия на зрителя. То есть, когда зритель может не просто следить за событиями, которые происходят в фильме, а сопереживать, чувствовать, находить где-то себя в героях, своих близких и размышлять. Точная дата выхода в свет киноленты пока неизвестна. Но режиссер фильма Эдуард Желнин обещал представить картину на зрительский суд уже летом. Первый показ, как и обещали в Нерехте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова